It's time! Пару дней назад Макс Дивнич снял видео, где он был против строительства мечети в Москве. После этого на него обрушился огромный хейт и огромное количество звонков с угрозами. Затем он решил записать вновь видео, где уже полностью высказал свою позицию касательно строительства мечети в Москве. Друзья, всем привет! Ну что, моя позиция по поводу строительства мечети в Москве набирает просто сумасшедших масштабов. Третьи сутки я уже нахожусь в зоне боевых действий и получаю тысячи оскорблений, тысячи угроз в свой адрес. И вижу, как слова, сказанные мной, вырезают из контекста, раскидывают в разного рода паблики. Якобы я вообще против строительства мечетей и против ислама и против мусульман. И сейчас все это подогревается разного рода радикальными высказываниями. Поэтому хотел бы в первую очередь обратиться к мусульманам. У вас сейчас идет священный месяц Рамадан и вы позволяете себе вот такие нелицеприятные высказывания. Я считаю, что если вы исповедуете эту религию, вы наоборот должны как-то попытаться найти какой-то компромисс, пообщаться, понять, услышать мою позицию, позицию людей, которые приходят в этот храм. Это святая православная земля. Озеро, которое находится на этой территории, оно так и называется, Святое Озеро. Поэтому здесь планируется строительство мечети в 60 раз больше, чем храм, который находится на этой территории. Я считаю, это не совсем правильно и не совсем справедливо. Те религии, которые мы исповедуем, они не должны мешать исповеданию других религий. Мы же, например, не строим храм православный на святом месте мусульман в Мекке в 10 раз больше, чем сама Мекка. Это не совсем правильно. Мы должны с уважением относиться к религиям друг друга. Поэтому хотел бы обратить внимание общественности на эту проблему. Также внимание органов на эту проблему соответствующих, потому что закидывают в разного рода радикальные такие группы, телеграм-каналы и так далее. Чтобы у нас не было разлада в нашем обществе, чтобы у нас это не переросло в какие-то межнациональные, межрелигиозные стычки. Поэтому призываю всех к миру, к взаимопониманию и хочу быть услышанным, что это наша святыня и никто же не запрещает вам строить мечети где-то в других местах. Я уже приводил примеры, что в России существует огромное количество мечетей. Да, это больше даже, чем во всей Европе. Да, значительная часть из них находится на Кавказе, но также в остальных городах России никто не запрещает исповедовать религию и ислам. Поэтому прошу быть услышанным и призываю всех к миру и взаимопониманию. Просто почитайте, я говорю, комментарии, оскорбления, которые пишут. Просто вот эти люди называют себя мусульманами. Просто из тысячи сообщений просто, наверное, 90% такой грязи. Такой грязи, ну реально, просто. Вы же взрослые люди. Вы исповедуете там мирную религию. Как вы можете опускаться до такого уровня? Просто, да вы не позорьтесь, не называйте себя мусульманами вообще. Просто, как вы можете назвать себя мусульманами и писать такие вещи? Потом удивляетесь, почему к вам такое отношение. Да вы его заслужили, вы даже не разобрались в сути вопроса. Вы увидели какую-то поверхность, вам показали просто вот эту там нарезку. И все, вы там с ума все посходили уже. О, нацист, фашист, наше самое святое тронул там. Просто как зомби. Да вы же взрослые разумные люди. Да включите вы мозг, да посмотрите полностью интервью. Да о чем речь вообще идет? Вы что, я не пойму, у вас что, два класса образования, что ли? Меня вот это вот поражает, просто возмущает. Все взрослые люди, пацаны, там спортсмены, бойцы. Все такие, ну вроде нормальные, адекватные. Просто не разобравшись в проблеме, просто там увидев кусок видео моего какого-то, делают какие-то выводы. Да вас используют просто, я не знаю, что вы в натуре как дешевки ведетесь на все эти провокации. Вам специально это раздувают, все эту межрелигиозную, межнациональную рознь. Вот и все. Достройте мечети, пожалуйста. Что, мало мест что ли для этих мечетей? Успокойтесь уже, тормозите. Особенно вообще Дагестан, я смотрю, с ума там пацаны посходили. У меня никогда в жизни не было там никаких религиозных недопониманий. Я раз 10, наверное, в Дагестане был. И пацаны при мне молились, и я при пацанах молился. Вообще никто не обламывался. Пишут там, ты там, кафир, ты там, приезжал тут как лицемер там. Да я нормально себя вел как человек. И кому надо, и копейкой помогал там на местах. Так что не надо рассказывать. Да, базара нет, мне пацаны помогали. Дагестанцы, я с ними тренировался. И я также помогал. Понимаете, не надо рассказывать там какие-то вещи вот эти. Там приезжал, там лицемер. Все сделали просто меня там, поборника ислама. Нашли тоже мне врага. Заканчивайте эту историю в натуре. Просто меня это уже, ну, достало, отвечаю. Я смотрю, все профбойцы там начинают раздувать. Проснитесь, ребята, вообще в себя придите. У вас, если есть что-то личное, у вас есть там контакт мой, можно найти, понимаешь. Можно позвонить, спросить. Нормально, адекватно пообщаться. Вы просто сразу начинаете сыпать. Там на бутылку посажу. Да что вы там посадите, е-мое. Я сам кого хочешь посажу. Заканчивайте в натуре. Тормозите, я вам честно говорю, просто не выводите из себя. А вот это бойцы тоже профессиональные. Там смотрю, Ислама Хачев добавил. Другие там известные, там блогеры всякие, да. Ну, вон Хазбулла даже там. Не дивничу решать там и так далее. Вы просто наберите, пообщайтесь, вон, сделайте прямой эфир, давай договоримся. Каждый выскажет свою позицию, чем какие-то ярлыки вешает. Я точно так же могу сейчас на каждого ярлык повесить. Вы говорите, что вы там за дружбу народов. Да мне каждый второй пишет, ты кеофир, ты кеофир. Вы как относитесь к христианам, скажи? Это что, уважение другой религии? Скажите, пожалуйста. Это уважение или что? Получается, вы сами лицемеры. Вы говорите о дружбе религий, а сами считаете нас кеофирами. Это что такое, скажите? Вы тогда сами не будьте лицемерами этими, за которых вы говорите, дивнич, там лицемер, там приезжал, не приезжал. Значит, я приезжал, а вы меня как лицемеры принимали, типа показывали свою гостеприимность или что? Считали там неверным кеофиром и так далее, а сами гостеприимность оказывали. Пацаны, заканчивайте просто раздувать. Реально, вы вот сеете, вы раздуваете. Вместо того, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения, да, понять саму проблему, саму суть, вы просто еще больше раздуваете. Вы просто ведетесь конкретно на вот эти провокации. Я не удивлюсь, если это там, ну, какой-то заброс там с Украины специально делается, да, чтобы именно расколоть наше общество. Это сто процентов вот такая тема. Проплаченные просто паблики позакидывали как рекламу. И вы все там это все берете и подхватываете. Я понимаю, кавказцы там горячий народ, да, они там, ну, не разобравшись, но так тоже нельзя. Так тоже нельзя как-то без уважения другой религии там что-то говорить. Да вот, я понимаю, что вы тянете мазу там за всех мусульман в мире, а я тяну мазу за всех христиан в мире православных, да. Понимаете, о чем речь? То есть и вы сами, получается, разделяете. Я за свои святыни стою. На святой земле там собирается мечеть построить. Я об этом говорю, что это неправильно. Это неправильно. Надо уважать религии друг друга, понимаете? И такие вещи надо согласовывать, а не потихо строить такие огромные объекты. Вот о чем речь. Нет уважения просто. Нет уважения к христианской православной вере. И вы там говорите, да вот там в храмы не ходят. Да ходят или не ходят. Вы что, в воскресенье что ли в храмы вовсе заходите? Какая разница, ходят там или не ходят? Это что, вам решать что ли? Свет ислама там будет по всему миру. Да я вижу, какой свет ислама. Просто одни оскорбления сыпятся. Ни один человек не позвонил, не предложил какое-то там записать видео, этот самый интервью. Давай, Макс, раскроем проблему, услышать позицию, да там, постараться понять. Просто сплошной негатив, абсолютно сплошной негатив. И это не я разжигаю. Это не я разжигаю, это вы просто даже, ну, подхватили и понесли просто, да, вот так вот. Поэтому я вам говорю, остановитесь просто. Остановитесь пока не поздно, потому что именно вы разжигаете. Вот сейчас вы разжигаете. Уже на следующий день Максим Дивнич и бывший боец UFC Константин Ерохин, также боец хардкора Михаил Тарабрин пришли к Святому озеру в Кассино-Ухтомском районе Москвы на масштабный сход, где собралось большое количество народа, которое они хотели, чтобы там строили мечеть. После произошедшего Максим Дивнич высказался таким образом. Фактически я поставил крест на своей спортивной карьере, где на мероприятиях, конференциях или боях принимают участие 90% мусульман. Угроз очень много, в том числе и от известных бойцов. И казалось бы, карьера сейчас на самом деле пошла в гору. Предложения, контракты, хорошие гонорары. Зачем ты вообще туда лезешь? Сиди, молчи, ходи, гриво кивай, улыбайся всем. Не знаю почему, черта характера, наверное, такая. Я не могу молчать, Максим Дивнич. Ну а дальше по этому поводу выскажут свое мнение такие бойцы, как персидский дагестанец Алавсет Мамиев, Магомед Исмаилов, Саид Борс и Шамиль Рамазанов. Вот это Макс настоящий. Настоящий. Знаете почему? Во время поединок у нас, у него все друзья вокруг были мусульмане. Подготовка, где бы в Дагестане все мусульмане помогли ему. А сейчас он против нас. И много. Понимаете? Так же невозможно. И говорит братья Хейбати, они хитрые. Тогда хитрый это ты. Не я, не брат. Хитрый это ты. Сааму алейкум, приветствую всех. Вот только что историю закинул к себе. Посмотрите на этих нелюдей. На самом деле нелюди. Как можно препятствовать тому, чтобы люди молились аккуратно, не сидели, не совершали намаз под дождем, под снегом. Дивнич, вот это маваши, лаваши, вот эти вот вещи. Вы на самом деле лицемерие. И сам Дивнич здоровается, там нормально общается. А тут внутри такая тема у него, оказывается, есть. Я не думал, что такие гнилые люди есть, короче. У меня, конечно, нет такого враждения, не враждения. Я вижу, просто у вас маски срываются, как вы относитесь к нам, к мусульманам. Много людей умирает там. Если бы они знали бы, за каких людей они воюют, такие как вы, например. Очень много людей хороших есть в России. Вот такие как вы, создаете проблему в нашей стране. Многонациональная страна у нас, не забывайте об этом. И религии тоже разные у людей, ей надо все уважать. У меня в Азербайджане, я Азербайджан, один там сказал, там, азербайджанец. Я рад, что у Азербайджана такая территория есть, что он может такую мечеть построить, что наши братья будут совершать намаз и будут благодарить за это. Я еще больше радуюсь, когда я знаю, что в моей стране, в Азербайджане, люди, русские люди, которые ходят спокойно в церкви, им строят очень хорошие церкви, и люди радуются тому, что там свобода веры есть. А такие как вы, гнилые люди, препятствуют к развитию нормального взаимоотношения между людьми в нашей стране. Мне больше нечего сказать. Приветствую всех, дорогие и друзья. Когда я узнал, что люди собирают подписи и петицию против постройки мечети, я был очень разочарован. Люди стоят на улице, на коленях зимой, преклоняясь своей льбы к холодному полу, потому как нет места в мечети. Хвала Аллаху, очень много поклоняющихся. В мечеть попадает самая малая часть молящихся, все остальные на улице. Один спортсмен попытался оправдать данную инициативу, говоря, что не может смириться с таким большим масштабом постройки на 60 тысяч человек. Мне было неприятно его слышать. Говорит, самый большой храм на 10 тысяч человек. Вы когда-нибудь видели храмы с меньшей вместительностью, где не было бы мест от потока поклоняющихся, и им приходилось бы стоять на улице на холоде? Я никогда с таким не сталкивался. А если бы столкнулся, я пожелал бы им помещения побольше, чтобы не мерзли. Я хочу обратиться к людям, которые занимаются этим. Хочу спросить, почему и зачем? Как я знаю, ваше верование гласит, если ударят по одной щеке, подставь вторую. Но вы ведь сейчас в роли бьющего. А как начнется брать петицию против ночных клубов, где разврат, стыд, срам и опасные, опьяненные, снаркоманенные люди? Это было бы более целесообразно. Даже если вы остановите постройку мечети, выйдете, все равно не сможете остановить поклоняющихся. Мы хоть на улице, хоть на льду, все равно встанем, соберемся и будем поклоняться нашему создателю. Эта петиция не против постройки мечети, а против того, чтобы люди были в тепле, чтобы люди не мерзли и были в тепле. Эта петиция о том, чтобы мусульмане мерзли и испытывали трудности. Если бы вы заполняли свои храмы и сердца верой в Господа, то мы сейчас не столкнулись бы с такой бессовестностью. И мой пост был бы о дружбе, любви, понимании, сопереживании. Желаю благ вам и вашим семьям. И самое главное, не мерзните, дорогие друзья. И чтобы у вас всегда было место, теплое место, где можно помолиться. Макс Ливенович, этот разговор личный к тебе. Мы еще поговорим один на один, поговорим мы с тобой. Я сейчас в Турции, скоро буду в Москве. Прежде чем что-то начать записать и выкладывать, надо думать 100-200 раз, что ты говоришь, о чем ты вообще. У тебя проблемы с головой, тебе надо лечиться. Понял, тебе надо лечиться. А по поводу мечети, сперва я хочу сказать огромное спасибо, кто это строит, кто это. дал это, разрешаем, кто-то туда выкладывал деньги. Огромное спасибо, для нас будет очень удобно, будет молиться каждую пятницу, не на улице, для нас, который сейчас находится в Москве, это центр Москвы, мечеть, это для нас маленький. Мы на улице молимся, когда я бываю в Москве, я на улице молюсь. Вот так. 60 тысяч, но надо было еще большое, но это тоже достаточно будет для нас. Огромное спасибо, мы внутри мечети хотим молиться. Это будет вообще круто, просто внутри мечети молиться, свободно, на чистом ковре. А не на улице, на улице холод, ветер, дождь, под дождем мы молимся. Стараемся быть еще религиозной, чистой, так скажем, быть добрыми. И мы очень хорошо относимся к христианинам, потому что это самая близкая религия, которая, ну, с мусульманами. Вот так. Ты настоящий провокат, Владимир Владимирович, ты настоящий провокат, потому что ты где-нибудь, когда-нибудь видел, кто, любой один мусульман, любой мусульман, кто против строительства церкви, так скажем. Никто не против, да? Не надо говорить, записать видео. Зачем злить мусульманам и потом говоришь ты, что они тебя оскорбляют, угрожают. Еще что должен тебе делать, ты ожидал, что кто-то будет ласкать тебя и хвалить, что ли? И перепутай, брата, мы с тобой поговорим. Макс Дивнич, мы с тобой поговорим, посмотрим, по тем, что ты разговариваешь или нет. Ты провокатор, понял? Ты провокатор, мы с тобой поговорим. Начало, поговорим. Или извинись, как достойный мужчина, мужчина должен извиниться, если он где-то неправ, если он где-то что-то не так сказал. Ты что говоришь там? Куда ты лезешь? Почему ты вообще, влезть в религию? Ты свои спорты занимаешься? Мы с тобой поговорим. Либо ты извинишься, или мы поговорим с тобой. Макс, ты в своем видео говоришь, что это за культурный центр, который будет вмещать в себя 60 тысяч человек. Когда московский главный храм вмещает только 20 тысяч человек. Я понимаю, тебя это так удивило, наверное, не знаю, но видел ли ты хоть одну мечеть в Москве, где вмещались все мусульмане, которые приходят на молитву? Нет, такой мечети нет. Все молятся на улице, начинаются пробки, там закрывают целый район, и все равно не хватает. Я очень горд тем, что мусульмане могут собираться так и молятся. Лучше займись тем, чтобы христиане так же молились, приходили в церковь, и она заполнялась. Ну вот таким вот образом развивается данная ситуация. Надеюсь, все закончится миром и благополучием для всех. С вами были Попом и Мэй Ньюс. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok